Я думаю, что сегодня уже было сказано очень много теплых слов о Владимире Николаевиче. И мы, конечно же, услышим еще много рассказов о его жизни, о его деятельности, о его вкладе в развитие образования на Русском Севере, в становление университетского образования. И я уверена, что многие из тех, кто сегодня присутствует в зале, уже стали участниками событий, которые сегодня проходят и в городе, и в университете. В этом здании, в интеллектуальном центре научной библиотеки САФУ, работает выставка «Познавшие тайны Севера» из книжной коллекции Владимира Николаевича Булатова. Только что состоялось открытие обновленной аудитории имени Владимира Николаевича Булатова, где студенты занимаются и с сегодняшнего дня смогут знакомиться более подробно с этапами жизненного пути Владимира Николаевича, увидят предметы, которые отражают его вклад в историю Архангельска, в историю университета. Мы сегодня с большой благодарностью вспоминаем Владимира Николаевича за его стратегическое предвидение, за те решения, которые он принимал и которых достигал, будучи ректором в течение 21 года, ректором университета, который постепенно, мы вспомнили сегодня это благодаря фильму, который постепенно менял свой статус, поднимаясь все выше и выше. Владимир Николаевич сумел решить множество сложнейших проблем, которые стояли в то время перед университетским образованием, и привести университет к достаточно высокому статусу, к достойному положению в пространстве университетского образования Российской Федерации. Благодаря ему университет, который он возглавлял, получил имя Михаила Васильевича Ломоносова. И, возможно, в логике того, что сделал Владимир Николаевич, и Северный Арктический Федеральный Университет получил имя Михаила Васильевича Ломоносова. Он, конечно же, мечтал и осуществил первый этап своей мечты о том, что в Архангельске появится классический университет. Об этом он тоже сегодня сказал, и мы увидели это в фильме. Но второй этап его мечты был осуществлен, когда в Архангельске появился Северный Арктический Федеральный Университет. Владимир Николаевич говорил очень просто. А нам всего-то и нужно осуществить на родине ученого идею Ломоносова. Эта идея в неразрывной цепочке. Гимназия, университет, академия. Сегодня федеральный университет, один из десяти федеральных университетов, которые созданы и функционируют в Российской Федерации, это, конечно же, тоже воплощение мечты и предвидения Владимира Николаевича Булатова. Конечно, он был знаковым человеком для Архангельской области, для Северо-Запада России, для всей исторической науки Российской Федерации. Но он был, конечно же, еще очень замечательным человеком, который очаровывал всех своей улыбкой, всегда оказывал тем, кого он уважал, хорошую, серьезную поддержку. И мы всегда ощущали, что на него можно надеяться, можно положиться, он в трудную минуту даст всегда хороший совет. А всем, кто был вокруг него, он желал счастья и здоровья. Я хочу то же самое пожелать всем присутствующим участникам булатовских чтений словами Владимира Николаевича. Накануне нового тысячелетия он обратился к коллективу с такими словами. Может быть, не все еще придают этому значение, но новое тысячелетие покажет, что курс, который ВУЗ в свое время избрал, был правильным. И я думаю, в 21 веке мы увидим, как будет возрождаться и Россия, и высшая школа. А всем коллегам я желаю только здоровья, здоровья и здоровья. И, конечно, счастья. Причем, когда я желаю счастья, привожу поговорку. Счастье бывает разного роста, от кочки до казбека, в зависимости от человека. Вот с такими пожеланиями от Владимира Николаевича Булатова позвольте открыть булатовские чтения в Северном Арктическом Федеральном Университете имени Михаила Васильевича Ломоносова. АПЛОДИСМЕНТЫ Его интересовало, его волновало абсолютно все. Изучение Арктики, родного края, вопросы военнослужащих, международное сотрудничество, становление Ломоносовского фонда, развитие Холмогорского района, создание наукограда в Северодвинске, в Мирном. Казалось, не было тех сфер жизни, которые были бы ему безразличны. Я думаю, что это не казалось. Это было действительно так. Но самым главным, самым важным делом его в жизни это был его университет. Поэтому неудивительно, что сегодня мы, говоря, вспоминая о Владимире Николаевиче, говорим о целой эпохе в истории Поморского университета, который сегодня является очень серьезной составляющей Северного Федерального Арктического университета, той реальной, воплощенной в жизнь мечты Владимира Николаевича. И самая главная, наверное, наша задача сегодня – поверить во все светлое будущее так, как верил Владимир Николаевич. И то, что мы находимся сегодня в этом зале – доказательство того, что верить и делать. И даже самые невероятные мечты тогда сбываются. Коллеги, дай Бог нам быть похожим во всем на этого человека и своими делами продолжать его начинание. Всем доброй работы сегодня. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, дорогая Людмила Николаевна, Виктория, если здесь. Учащенно бьется мое сердце, ибо говорить о моем друге Владимир Николаевичу Булатове, как человеке, ученом и народном дипломате приходится в прошедшем времени. Владимир Николаевич редко меня о чем-то просил, но вот перед своим юбилеем 60-летием он долго мялся, а потом говорит, Толя говорит, ты не мог бы в форме приехать, дипломатической? Я говорю, ну почему нет? И я приехал в форме. Поэтому на 70-летие я тоже представлюсь и в форме, поскольку это была просьба от Владимира Николаевича. Позвольте вот выполнить просьбу Владимира Николаевича еще раз. И для многих, может быть, тоже интересно видеть форму дипломата и заодно и министра нашего иностранных дел в форме. Это редкая фотография его в форме. А теперь по сути. Мне выступать сегодня придется еще от имени двух почетных докторов Софу. Это Олег Леонидович Кузнецов. Он просил меня передать самый низкий поклон всем участникам чтений, равно как и пожелания, о чем скажу позднее, и от экс-ректора дипломатической академии, чрезвычайного полномочного посла России в Норвегии, в Великобритании, Юрия Евгеньевича Фолкина. Он тоже просил присоединиться к тем пожеланиям и передать самые добрые слова, ибо не раз бывал здесь, как, кстати, и Олег Леонидович Кузнецов. И замечу, что были восхищены вот тем уровнем гостеприимства, открытости, душевности и высшей степени человечности Владимира Николаевича и всей команды, которую он собрал под эгирь тогда Поморского государственного университета. Когда получаешь мантию почетного доктора, то чувствуешь, что ты должен что-то делать для этой прекрасной структуры университета. И мы каждый в меру своих возможностей это делаем. В этом плане я просто хотел бы сказать, что мы знакомы с 90-го года. Замечу, что я тогда был работником международного отдела ЦК КПСС и приезжал в Архангельск и в старе обкома Гудимы был такой партийный актив, где мы рассказывали о проблемах перестройки на том периоде февраля 90-го года. И потом выяснилось при разговоре с Владимиром Николаевичем уже в том числе и у меня дома, когда вместе с Владимиром Николаевной останавливались в Москве, да и когда был генеральным консулом в Киркенесе, что мы были знакомы заочно еще с Паулиной, 1986 год. Ибо одной из первых задач, которые я получил, придя в международный отдел ЦК, это по-новому посмотреть на проблемы вот такого обмена, восстановления поморских отношений на севере из-за хода вот яхты Паулина в Архангельск, закрытый город, о чем справедливо было показано в фильме. И мы сначала написали с подачи ведомств нельзя, а потом вот новое политическое мышление, которое уже появилось, потребовало переосмыслить, и это было действительно так. Поэтому в этом плане он очень долго уточнял, кто повлиял. Я говорю, Черняев Андрей Сергеевич, помощник Горбачева, объяснил ему, что это был такой человек. Кстати, ветеран войны, зашел до Берлина, и сейчас еще здравствует. И вот говорить о друге, повторяю, надпись, сделанная Владимиром Николаевичем в наших дружественных отношениях, которые он, повторяю, написал на своем, одном из, наверное, лучших трудов на книге. И в этом плане хотел бы еще раз, чтобы не повторяться и войти. Удивительная гармония. Вот быть человеком с большой буквы и при этом быть совестливым, душевным и безотказным другом. И часто, вот, нередко, это я замечал, он даже не говорил, что нередко во вред себе. Но друг, как в той песне, есть друг. И при этом быть открытым, честным, но принципиальным и требовательным прежде всего к себе. Человек выполненных обещаний. Я вот так для себя назвал бы в трех словах кратко суть Владимира Николаевича как человека. Вот эта фотография на даче. Людмила Николаевна нас там принимала, участников конференции, которая по северу собиралась. Вот эксперты ООН, Петросям и еще ряд важных коллег. Но все отметили душевность и открытость. Наконец, ученый-международник. Вот народный посол было сказано в фильме. И я полностью бы присоединился к этим словам и даже добавил, что он очень достойно, очень тонко отстаивал не только позиции, скажем, России, но и Архангельской области, когда речь заходила о интересах, в том числе и продвижения не только, скажем, университетских, но и, повторяю, более серьезных задач. Об этом написано в его труде. Но вот я был на первой комиссии по образованию, которая была создана в Киркенесе как раз. И там Владимир Николаевич как раз и проявил ту самую позицию. И помню, как сразу же поставил вопрос, который Павел Николаевич подтвердит, создать Баринск школу. И замечу, что эта идея, она переходила из пункта в пункт, но потом она перешла как бы на более высокий уровень, чтобы сделать университет таким вот международным, соответственно, который был получен статус позднее. Далее. Замечу, что встречи, которые были, но еще раньше, здесь только лишь главные, вот такие знаковые фигуры. Но Владимир Николаевич обаятельный человек, открытая улыбка, такая всегда располагала, и всегда он находил, будь то премьер-министр Норвегии, будь то король Швеции, или то угодно, он всегда улыбался, это было его фирменным знаком. И при этом всегда пытался из любого контакта максимум выжать и контракты. Контракты в интересах, повторяю, университета, области и России. И чтобы не затягивать эту часть презентации, одну деталь, которую мало кто знает. Я сегодня передал вот в дар центру автореферат своей докторской диссертации. и если вы увидите, то официальным оппонентом был у меня Владимир Николаевич Булатов. Замечу, что оппонент был очень серьезный. На его вопросы мне пришлось дольше всего отвечать. Даже академик Грандберг возмутился, сказал, что я тоже оппонент, я академик, ты, говорит, московский академик, а я, говорит, занимаюсь этой проблемой от и до. И поэтому, пожалуйста, поэтому, и, кстати, Людмила Николаевна была на моей защите и видела это все, всю процедуру, как это было все серьезное. И тогда не было таких строгих видеокамер и так далее, но это был дух, атмосфера, взыскательность, требовательность к работе. И так теперь это находится в этом центре, можете посмотреть в том числе он, Владимир Николаевич, очень просил меня вот эту книгу на русском языке, а у меня оставалось только на норвежском языке издание «Мурманский коридор», соответственно, русско-норвежские отношения вот в Баренцевом регионе. И когда я нашел, он говорит, для меня это лучший подарок, теперь я, говорит, могу опираться на первый труд, потому что они просто разлетелись 3000 экземпляров тогда, как свежие пирожки. И другие работы, которые были написаны, он тоже с жадностью вот меня хватал, я, говорит, дам экспертам в библиотеку для того, чтобы создать школу. И действительно, столько защищено было диссертацией, я опонировал многим в САФУ, коллеги здесь сидят, мне очень приятно, что у них состоялась нормальная научная карьера, другая. И в этом контексте еще раз подчеркиваю, что Владимир Николаевич был тот человек, который стратегически видел развитие этого направления, а как центр этого Баренцева. Ему нравились различные метафоры. Вот одну из метафор, которую мы придумали, когда готовили речь Горбачева в Мурманске в 80-м году, была, что Арктика это кухня геополитической погодой в мире. А вторую метафору, кто владеет Арктикой, тот владеет миром, мы буквально вот уже перед уходом Владимира Николаевича в 6-м или в начале 7-го года, когда была конференция, ему страшно понравилась и такая картинка, он говорит, дай мне, говорит, ее тоже, чтобы я так показывал, тот, кто владеет Арктикой, тот владеет миром. И мне кажется, что сегодня Северный Арктический Федеральный Университет и команда, которая работает по заветам Владимира Николаевича, наверняка реализует задачу овладения миром через Арктику. И мне кажется, что Владимир Николаевич навсегда будет с нами в наших сердцах, в наших делах, а мы, почетные тара, от лица тех сказанных, будем этому всем верно помогать. Спасибо. Люди изучают его биографию, читают его книги, статьи, как у всякого порядочного человека, у него были при жизни, есть и поныне, друзья и недруги, но нет равнодушных. Недруги предпочитают кусать его уже после смерти, ибо нападать на мертвого льва куда удобнее, чем на живого. Но друзей его было в разы больше, и они всегда готовы защитить его память и продолжить его дело. В их борьбе в делах Владимир Николаевич продолжает активную жизнь, и не только в электронной сети, в тиши библиотек, архивов, но и в реальной жизни. Немногие удостаиваются вот такой чести. Прожил, ведь он очень недолгую жизнь, всего 61 год, из которых 21 почти, но был ректором, АКПИ, ПГУ. Но сделать он успел так, что им не хватило бы и трех жизней. В чем же секреты его успехов? Почему он приходил вовремя? Первый из секретов Владимира Николаевича в том, что он умел находить свое место в любые времена. Советские, перестроечные, 80-е, постсоветские. И не потому, что он прогибался, как многие другие, а потому, что он прогибал времена под свои смелые идеи. Он искал, находил достоинства, возможности, видел перспективы каждого времени для осуществления своих смелых планов. Он умел расчетливо рисковать, отступать, перегруппироваться, снова бросаться в бой и выходил победителем. Владимир Булатов заранее предвидел, где сказочный конек-горбунек проскачет и умел оседлать его. Самое важное то, что старался он ведь не для себя, а для пользы дела образования, науки, прогресса. Если бы он думал только о себе, то сидел бы тихо на профессорской ставке, не нервничал бы, не нажил бы себе тяжелой болезни и был бы жив сейчас. Но в этом случае он не был бы тем Булатовым, которого мы так высоко ценим. Посмотрим, как он раскрывал разные времена, как создавал себя и перестраивал окружающий мир. Биография юных лет может явиться примером реализованных возможностей, которые предоставляло советское время. Для простого парня из семьи не очень высокого по званию военнослужащего вот он сумел дорасти до ректора, получив среднее образование. Он, как все 18-летние юноши, тем более, что тогда учились 11 лет, был призван на службу в советскую армию и честно выполнил свой долг перед родиной в Венгрии, в южной группе войск. Но, как видим, он рано, хотя не по своей воле, начал ездить по заграницам, поскольку он родился в Румынии, еще одной за границей. Тогда он не предполагал, что в относительно недалеком будущем побывает в командировках еще во многих государствах, в нескольких арктических экспедиций, станет серьезным ученым-историком, ректором от ПИПГУ, видным организатором высшей школы и крупным общественным деятелем, ну, не только регионального, но и российского уровня. Именно в армию он наметил жизненную линию, в которой все, о чем сказано выше, было реализовано. Ну, вот, демобилизался старшина срочной службы Владимир Булатов в мае 68-го, вернулся домой в Архангельск, но, поскольку личные интересы были ориентированы на гуманитарные науки, на историю Отечества, то это и предопределило его выбор. В августе 68-го он поступил на отделение истории английского языка историко-филологического факультета, ну, и начал учебу вместе со мной и моими друзьями в одной группе. Исторические науки у него шли хорошо, английский давался сложнее, сказывался перерыв в его изучении в годы армейской службы, но, прежде всего, он был нам интересен в дни студенческой жизни как активный общественник. И через год, в ноябре 69-го был избран секретарем комитета ВЛКСМ, АКПИ. Вот пришлось перевестись на заочное отделение историко-филологического факультета, так как это было положено по должности освобожденного, как тогда говорили, комсомольского лидера института. Диплом учитель истории и обществоведения он получил в июле 72-го года. Даже год раньше тех нас, кто поступил с ним в институт вместе, это даже было обидно. Так как на заочном отделении было не пяти, а четырехлетнее обучение. С должности секретаря комитета ВЛКСМ пединститута началось его восхождение по комсомольски и затем по партийной линии. Вот в 71-м году он уже второй секретарь Ломоносовского райкома комсомола, в 73-м первый секретарь, в 74-м заведующий отделом пропаганды и культмассовой работы архангельского обкома ВЛКСМ, 76-го года переведен на работу в отдел пропаганды и агитации обкома КПСС. В современной России не принято афишировать комсомольскую партийную работу. Частенько умалчивают в биографических материалах эту информацию. Между тем, это в корне неверно. Без этих фактов не понять того, как Владимир Николаевич Буатов вырос в столь влиятельную фигуру, стал успешным организатором в свине высшего образования Архангельской области. Ну, одной психологической предрасположенности. Качественного исторического, педагогического образования для этого ведь было мало. Необходима была широкая полидеятельность и инициативы, возможности поступательного развития, чтобы раскрыть таланты лидера. Работа в комсомоле и партийная работа давали возможность раскрыться. Ну, так и произошло с Владимиром Буатовым. Немаловажно и то, что по характеру он был дружелюбным, уживчивым, открытым душой. От тех комсомольско-партийных времен у него осталось много друзей, что очень пригодилось в нелегкие перестроечные и тяжелые 90-е годы. Он имел друзей не нужников, которые нужны для определенных целей, а имел настоящих друзей. А дружба, понятие, круглосуточное. Вот в самые тяжелые времена он круглосуточно мог обратиться к друзьям. Он прошел великолепные жизни на университет 70-х годов. Это как раз тот, чего не хватает современным управленцам, может, поэтому у них ничего и не получается. При этом Вадим Илья Николаевич не обюрократился. Понятие бюрократ абсолютно чуждо его характеру. Но он понял, как действует бюрократическая машина при всех режимах. Он умело использовал слабости и пристрастия этого бюрократического аппарата, но в интересах науки и образования. В те ведь времена очень редко бывало, кстати, что комсомольский партийный работник продолжал заниматься наукой. Это открыто не поощрялось руководством. В 60-е, 70-е годы 20-го века в среде начальства на научные подделки и тем более подделки моды не было. Надо было иметь твердый характер, не досыпать, срано вставать, урезать свой отпуск, чтобы, вопреки принятым установкам, подготовить и защитить кандидатскую диссертацию. Владимиру Николаевичу помогало то, что по типу характера он действительно был жаворонком. То есть вставал очень рано и почти ежедневно до начала рабочего дня успевал пару-тройку часов уделить науке. Работа над диссертацией особо быстро продвинулась и получила завершение в 77-79 годах, когда он был слушателем одной из лучших наших высших партийных школ в городе Ленинграде, где были созданы хорошие условия для исследования. Но вот в результате предпринятых усилий, закаливших характер 20 июня 79-го года, Булатов успешно защитил диссертацию по теме комсомола, активный помощник партии в военно-патриотическом воспитании молодежи в предвоенные годы. Имелось в виду 37-й, 41-й. Начало следующего года ему была прислуждая степень кандидата исторических наук, но кандидатская была посвящена очень важному вопросу, как видите, актуальнейшему и ныне военно-патриотическое воспитание. 11 лет спустя в 90-м году сразу скажем, им была защищена докторская диссертация политика партии по превращению северного морского пути в постоянно действующую магистраль 18-80-е годы. И опять Булатов, что называется, попал в самую точку, так как хозяйственное освоение Арктики и Севмопрути и сегодня стоит в центре российской и международной политики. То есть сам выбор научных тем показывает, что Владимиру Николаевичу было свойственно видение ключевых тенденций эпохи. Он не отстал от них, он наброшел впереди этих тенденций. В 2007 году печатных работ от монографии, учебных пособий, научных статей и статей для прессы у него уже набралось более шестисотен. И главное из них, вот пятитомное издание, которое здесь на столе, «Русский Север». Подавляющее большинство трудов его богато и разнообразно, но все-таки охватывают одну суперкрупную тему Российского Севера, Арктики и тех северян, которые принесли славу Отечеству. Как же Владимир Николаевич вышел на эти исследовательские темы? Это второй секрет его жизни. Чтобы разгадать его, вернемся к студенческой паре. Преподавателем Булатова были профессор Шламенков, Новожилов, Аксенов, Иванова, Куратов. Они занимались и изучением Архангельского Севера. Лекции читали увлеченно, интересно. Многих студентов, друзей и товарищей Владимира наставляли на стезу историка родного края. Историка вообще. Не избежал этой участи и Владимир Николаевич. А вот годы комсомольской и партийной работы скорректировали тематику. А покорителях Арктики, героев Северного морского пути с 30-х годов 20-го века было написано уже немало. Но ведь в СССР без решений партии и партийного руководства серьезные дела, такие как покорение Арктики, не делались. Это действительно так. Современные историки Отечества этим пренебрегают и рисуют все руководство только черными красками. И напрасно, так как такие труды зияют пробелами. Работая в пропагандистском аппарате комсомола и КПСС, Владимир Николаевич располагал необходимым объемом документов о процессе освоения Северо-морского пути. Ну вот в начале своей преподавательской карьеры, работая над докторской диссертацией, он, что называется, вошел во вкус арктических исследований. Уже ушел от темы партийного руководства. Он открыл для себя много новых перспективных научных тем в этой сфере. Он полюбил Арктику и Архангельск именно как столицу Севера. И открытые ворота в эту терро-инкогнито. В арктическом направлении широкое поле деятельности, чтоб понял, одному ему не справиться. Надо разворачивать в Арктику всю науку Архангельской области и объединять для этого усилия науки. Тут мы переходим к явлению третьего секрета его жизни, крупнейшему проекту всех его деяний, трансформации крепкого областного пединститута через ряд почти волшебных превращений в Академический Поморский Государственный Университет, ПГУ, а затем к работе по объединению усилий всего высшего образования региона на арктическом направлении. Для начала требовалось Соломовить, резко сменить форму деятельности, уйти с партийной работы. Именно успешная защита кандидатской диссертации подвигла Вадима Николаевича к такому решению. Блатов совершил этот резкий поворот от карьеры, уже протоптанной карьеры, не как большинство спасавшихся с тонущего корабля КПСС в конце 80-х годов. Он переключился на преподавательскую работу, никого и ничто не предав. За несколько лет до начала перестройки в 1981 году. Он становится преподавателем АКПИ и почти сразу на несколько лет с головой ушел в свою мечту в написание задуманной докторской диссертации. Первые же значимые шаги на пути кардинального преобразования сначала педагогического, а затем всего высшего образования Архангельской области были сделаны им после назначения пост ректора. Произошло это событие, вы знаете, 20 марта 1986 года. Он возглавил АКПИ. Пединститут Владимир Николаевич принял из рук своего учителя, профессора Куратова Анатолия Александровича, который без сожаления расстался с ректорскими обязанностями, передав их молодому, энергичному, по-хорошему, амбициозному, талантливому организатору. Но вот на этом-то посту Владимир Николаевич и оказался более всего человеком, пришедшим вовремя. Это было почти провидение, что назначение ректором Владимира Николаевича совпало с началом перестройки, с началом новой эпохи в жизни страны. Появились новые возможности, и вот новый ректор узрел эти возможности и реализовал их на все сто. Защитив докторскую дистанцию в 90-м, получив степень доктора в 91-м, звание профессора в 92-м, Владимир Николаевич обрел необходимую почву под ногами для реформ. Он заразил идеи преобразования АКПИ в академический университет, классический университет, весь преподавательский коллектив, не без споров, конечно. Ну и через три, пройдя этапа с 91-го, с 91-го по 96-й год, наш АКПИ превратился в Поморский государственный университет. И при каждой перемене удавалось сохранить важное дополнение к названию университет имени Ломоносова, хоть это было очень нелегко. Правда, дело было далеко не в смене вывесок при входе в главное здание университета. И в значительном росте числа студентов преобразования были не количественные, а качественные. Вуз изменился по сути. Появились новые факультеты, родились филиалы в Серовинске, Коряжме, на Ринмаре, появились аспирантуры, советы по защите кандидатских докторских диссертаций, свое издательство, научный журнал, главным редактором которого был как раз Булатов, было начато с создания пятитомного энциклопедии «Поморский север». При всей своей загруженности и увлеченности перестроечной работой ректор Булатов никогда не был кабинетным руководителем и ученым. Если он изучал Арктику, то чувствовал, что обязан, что называется, пощупать ее руками. Ну вот так в 88-м он оказался в составе российско-норвежской экспедиции на яхтах Архангельский Борей, в 90-м году участником международной научной экспедиции на землю Франца Иосифа, в 2007-м году членом делегации, посетившей погранзаставу этого архипелага. Владимир Николаевич всегда выполнял огромную общественную работу. В 1992-м он с 1992-го неизменный член правления Мамоновского фонда, председатель Архангельского отделения Российского общества историков-архивистов, почетный член культурно-просветительного общества НОРТ и так далее и тому подобное. Но это не значит, что он в этой сфере деятельности относился формально, занимал различные посты в общественных организациях, что называется просто по должности. Общественную деятельность он хитрый человек, в лучшем понимании этого слова. Он рассматривал как важную часть объединения усилий интеллектуального сообщества Архангельской области в избранном им направлении. И не только он работал для общества, но эти общества работали на университет. 20,5 лет Владимир Анатольевич Буатов стоял во главе АКПИ-ПГУ. Сейчас мы можем сказать, что это была как в Петровские времена эпоха славных дел. Для объединения научных, учебных и производственных усилий научно-приправительского сообщества всего Архангельского Севера он определенно сделал больше своих коллег. Само существование САФУ одно из главных творений Булатова. Хотя до его рождения он не дожил нескольких лет. Однако его дело было продолжено соратниками и получил успешное завершение. Ведь честь стать ректором САФУ досталась одному из продолжательного дела, тоже гуманитарию, историку, философу по образованию, человеку, знавшему цену лидерства, хотя бы по своей докторской диссертации и на практике Кудряшова Еленя Владимировна. Итак, Владимир Николаевич Булатов человек, пришедший вовремя. Да он от нас и не уходил никогда. Он и сейчас с нами. Уважаемые коллеги, дамы и господа, сегодня сказано Владимиру Николаевичу очень много хороших слов и дана высокая оценка его деятельности. Я думаю, что это по заслугам. И хотел бы остановиться вот на таком научно-практическом вкладе его в отечественное помороведение и в создание Поморского университета. Здесь буквально очень коротко такими отдельными эпизодами. Что касается помороведения, то Булатов действительно писал о Поморье. Вот у него первая книжка вышла в 97-м году о Русском Севере. Всего пять таких книжечек. А третья книжечка у него была посвящена как раз Поморью. И это всего лишь одна из пяти книг по истории Поморья. И выбрана она была не случайно совершенно, потому что чрезвычайно актуальная тема, она и до сих пор вызывает споры, нападки на Владимира Николаевича, критику. Поэтому нужно, наверное, об этом хотя бы очень немного сказать, используя сегодняшний день. Владимир Николаевич не создавал никакого мифа о Поморье, не создавал никакого мифа о Русском Севере. Он не был региональным сепаратистом. Помороведение, отечественное помороведение развивалось, ну, где-то, наверное, с 17 века. И огромный вклад в изучение Поморья, Поморов, несли Татищев, Ключевский, Соловьев, Платонов, Тихомиров, Фруменков, Куратов, Бернштайн, Овсянников, Ануфриев и другие, можно многие перечислять. И вот когда читаешь вот эту литературу, знакомься с ней, то два таких направления, к одному из них и принадлежал Владимир Николаевич. Первое направление такое среди историков, я еще не поддерживаю это направление, но тем не менее должен сказать, что оно имеет очень широкое распространение, я его условно называю такое историко-географическое или архивное направление. Подход такой, вот, есть письменная история, есть документы о Поморье, значит, Поморье было создано именно с этих пор. Вот первое упоминание о Поморье в документе 1459 года, это купчая по продаже земли и воды меж пяти родов карельских. Вот это и есть начало Поморья, а до этого и Поморья вроде бы не было, раз и не было его упоминания. Начинаешь писать что-нибудь о Поморье, о Поморах, а покажи документы, где ты это нашел, а вот откуда ты это взял, вот это не совсем, наверное, правильный подход, и здесь очень много копьев ломалось о том, что вот на берегу Белого моря вот этот берег относится к Поморью, а другой берег не относится к Поморью. Брешта, ему это увлекалось и другие, но это только один подход. Владимир Николаевич принадлежал и четко это позиционировал и в своем труде, и в других работах более широкому направлению в истории. Я называю его междисциплинарным подходом, это подход к Поморью с позицией экономики, геополитики, торговли, логистики и так далее. Вот этот подход впервые обозначил еще Татищев, он писал о Поморье как о пространстве от Карелии до Уральских гор, затем его развивал безусловно академик Тихомиров, придерживался этой позиции Тихомиров, рассматривал Поморье как региональное, межрегиональное пространство, которое своими коммуникациями связано с Белым морем. Ведь надо понять вот дух той эпохи, время той эпохи, потому что Архангельск в 16 веке это единственный морской порт и он таким был до 1703 года, когда был создан Санкт-Петербург. И через этот порт шла вся внешняя торговля. В Архангельске была таможня, морской порт, в Архангельске собирались портовые сборы и так далее. Вся страна, начиная от Москвы, Вологодская и другие земли, они все были привязаны к Поморью. Поэтому здесь Поморье рассматривается как в это большое межрегиональное пространство. И Владимир Николаевич подходил именно с таких позиций. Его критикуют за то, что он в таких широких рамках обозначал Поморье. Он правильно это делал, потому что он говорил об экономике, он говорил о торговле, он говорил о логистике. Вот экономика, торговля, логистика это как раз три ключа к широкому пониманию Поморья. И Поморье он рассматривал как этих Амеров большое региональное пространство. Поморские города, Поморье, которое примыкало, имело единственный выход в Белое море, через Белое и Баренцево море в Западную Европу. Это был единственный торговый путь. Его еще называют путем из Англии в Персию, потому что торговый путь шел через моря, затем по северной двине Сухани, в Волгу, по Волге до Астрахани, оттуда в Персию и в другие страны Востока. Вот этот путь очень активно осваивали англичане, английские торговые компании, московская в том числе компания. Этот путь они осваивали начиная с 16 века и продолжали делать это в 17 веке. Поэтому вполне логично, что поморье понималось именно в таком широком значении. Ябулатов много говорили о том, что он что-то там предвидел, взгляд в будущее. Я смело могу сказать, что в этом своем научном подходе он следовал с одной стороны исторической традиции, заложенной еще в 17 веке, с другой стороны он использовал современные материалы с учетом уже своего опыта с учетом своей диссертации и подходил именно так к поморью. Кроме того, еще по поморью есть одна деталь, которую я не могу не сказать, критикуя, а я это делаю открыто, критикуя взгляды на поморье, как локализация которого только по берегам Белого моря, причем на русском поморье, потому что есть и в Болгарии, и в Польше есть поморье. Так вот, русское поморье в этом плане оно можно сказать, что вот оно было где-то, ну, с 12-го, с 14-го века по 19-й век. А учитель Владимир Николаевич Акуратов Анатолий Саныч, он в своей работе, когда вот рассматривал периоды, периодизацию русского севера, он выделял древнее поморье, древнее поморье, выделял одним из первых в литературе до 12-го века. И ученик, знаете, тут взаимосвязь такая очень тесная, всех нас, мы все, как бы, одна школа историческая, основа которой заложена Фоменковым, Куратовым, Блатовым. Так вот, исторически было так, что было, были привлечены данные археологии. И ученик Анатолия Саныча Куратова, я имею в виду Сашу Мартынова, известный археолог, прекрасная монография, исследовал на Солоках все, что мог. И он доказал буквально своим трудом на протяжении десятилетий, что существовало древнее поморье, что первые люди были на Белом море уже в эпоху Мезолита. Это 5-е тысячелетие до нашей эры, 7 тысяч лет тому назад. Более того, он на этом не остановился, он провел эксперимент. Но если люди жили здесь, пусть они не называли себя поморами, но они занимались ведь рыбной ловлей, передвижением и так далее по морю. На чем они передвигались? Он провел эксперимент. Значит, была сделана лодка, долбленка, так называемая, из одного дерева из Осиновка, или называли еще до севера у нас здесь и Душегубки, потому что они были очень верткие. И вторую лодку сделали они в музее под руководством Александра Яковлевича из Бересты и совершили плавание от Экими и до Соловков доказали, что через море вообще в то время уже можно было передвигаться. Вот это древнее поморье существовало, хотя оно не называлось поморьем. Вот не было документов, что его называли поморьем, но люди-то жили, пусть они были древние поморы, какие-то славяне, другие какие-то, может, индославяне, еще какие-то этносы, но на самом деле поморье имеет многовековую историю. Ну и не имея много времени, я скажу, что и о поморах, буквально поморы Владимир Николаевич понимал, как часть русского народа, русские поморы, безусловно, и его критикуют за то, что его нет других, что вот обоснование подготовили причисление поморов коренным малочисленным народом. Я скажу, что это не хорошей жизни было сделано. Во-первых, я свидетель этого и сам участвовал в этом, в Поморский университет обратилась администрация Приморского района. Люди живут по берегам Белого моря, ненцы имеют права и ловят семну и рыбу, скажем, в мизине там, а русские строжилы они ловить не могут. Разные права, поэтому было сделано для того, чтобы воспользоваться теми льготами, теми привилегиями, которые владели коренные малочисленными. Никакого здесь эфиратизма не было, никакой здесь политики не было, здесь политика была помочь тем людям, которые жили по берегам Белого моря. Ну и касаясь такой практической части, практической деятельности, сказано очень много о достижениях, но ведь все эти достижения давались очень нелегко и давались трудом, и не сразу все виделось на перспективу дальней. Я просто расскажу буквально несколько эпизодов, с чего начинал Владимир Николаевич. Вот уже говорили, что был один доктор, не было одного доктора, даже был период, Елена Владимировна, когда оказались, когда ушел Георгий Георгиевич, Рубенков, на тот свет Царства Небесное, и в институте не было ни одного доктора, и вершиной, амбициями вот всех, кто работал, преподавателей, было звание доцента. Никто больше не стремился выше того, как создавать вот в такой ситуации университет. Прежде всего нужны были кадры, кадры, научные кадры, доктора, профессора. Что делал Тадим Николаевич? Пример показывает. Он один из первых защищает докторскую диссертацию, и следом за ним идут Анатолий Владимирович, ваш покорный слуга, Голдин Владислав Иванович, Ведятин Владимирович и другие. То есть вот появляется первая доктора, ядро такое, второй путь, который мы использовали. Мы приглашали людей со стороны со всего Советского Союза. Юдахин и другие появились у нас по подсказке, конечно, при помощи Николая Павловича Лавирова, они приехали из Киргизии к нам. И кто-то остался, кто-то ушел, но они приехали. Любовь Викторовна приехала из Кишинева, приехали к нам из Минска, приехали к нам из Москвы. Кто-то остался, кто-то уехал обратно, но было вот тоже такое ядро. Третий путь. Мы стали присваивать звание профессора очень уважаемым людям, которые имели научные труды, но не имели этих возможностей написать. И вообще две диссертации, мне кажется, очень такой перебор в нашей научной сфере, но, к сожалению, мы одни только разговоры ведем, никаких здесь изменений не происходит. Поэтому вот Анатолий Александрович Куратов получил звание профессора, не будучи доктором, Мыхкин, Виктор Яковлевич, Галимов, Шамиль Закьерович, ну и другие. Нам документы возвращали по несколько раз, но мы все равно настойчиво посылали и добились, что им присвоено звание профессора и другие. Ну и последний путь совместительства, как нужно было создать аспирантуру механика. Ведь нету доктора, нету профессора, аспирантуру не создашь. Поэтому приглашали, особенно математики, филологи в этом отношении отличались, приглашали профессоров из Москвы, из той же Белоруссии, из Минска, и под них открывали аспирантуру, а уж потом пришло время открывать диссертационные советы. Издательство, с чего мы начинали? Вот Владимир Николаевич стал ректором, то это был проектором подручной работе. Нам был лимит. Вот вы не поверите, 10 печатных листов на весь институт, 10 печатных листов на весь институт. И мы вынуждены были ездить в Вологду на заседание редакционно-издательского совета. Ляпин, Миркин, я там, все мы перебывали там в Вологде, чтобы что-то напечатать там, учебное пособие и сборник, или два учебных пособия. Мы больше увеличили ими до 15, а потом начали создавать издательство. И пришла Валентина Павловна, пригласили ее на работу и подняла просто это издательство и стали печататься, стали публиковаться здесь у нас. Говорилось о том, что стали проводить научные конференции. Тоже был такой путь. Касаясь учебных дел, я бы хотел такой один эпизод, мало он кому известен, тем более здесь присутствует директор института нефти и газа. У нас ведь была идея открыть специальность по нефтегазовому делу. У нас с 8 ноября 95-го года начались занятия по нефтяному инжинирингу с участием норвежских профессоров Арина Дородлана и других. И возникла такая идея, Владимир Николаевич дал мне задание, поехал я в Москву, подготовили все документы, Ефремов дал свое добро и бумага была соответствующая. В первую очередь я встретился в МГУ с проректором по научной работе Трофимовым. Он обещал поддержку, более того, он обещал нам места для практики. Далее пошел в Академию имени Губкина. Не было ректора на месте, был проректор. Я отдал документы, посмотрели, все нормально. Он сказал, говорит, позвоните, только пусть ваш ректор позвонит нашему ректору, когда вы приедете, чтобы договориться, а так мы вносим этот вопрос. Доложил Владимиру Николаевичу об этом. Прошло некоторое время, стали думать. Алтия ГТУ тоже открывает нефтегазовое дело. Мы так подумали, на чем будем конкурировать. Все-таки инженеров надо готовить. Ну, откроем мы у себя. Где база, где ресурсы, где преподаватели. У нас, конечно, были, там Николай Иванович Дуднин занимался, у нас была своя часть преподавателей из Архангельс-геологии. И Владимир Николаевич, вот говорят о конфронтации какой-то, или здесь борьбе, еще как угодно. Не было этого. Когда Институт управления права и повышения квалификаций создавали, мы буквально встречались несколько раз с Молнаром, на всех уровнях говорили, разделили. Экономика, финансы, Алтия, ГТУ, у нас управление, государственное муниципальное управление. Договорились. В общем, был действительно у Владимира Николаевича государственный подход такой ко всем этим делам. Ну и буквально несколько минуточку о хозяйственных делах. Вы знаете, с чего начинал Владимир Николаевич свою деятельность? Вот на посту ректора. Вот кто-то может помнить, помнит. В институт нельзя было зайти. Там были вот такие горбы. Знаете, как асфальт спучивает? Так вот, он начал свою деятельность с того, что выровняли этот пол. Потом крыши, и потом так далее. Ну и все, все время в это, все время была материальная база. Прорывом было, конечно, у Рисского 49, когда нам отдали это здание. Потом три детских садика. В одном из них сейчас институт Грихбанова и гуманитарный на Ленинградском занимаются. Ломоносова 58. Ну это вообще отдельная песня. Когда стали передавать, хотели передать напрямую налог большой мэрию. Мэрия говорит, мы можем в арену только вам сдавать. Пошли, в областную администрацию. Помог нам Георгий Васильевич и передали областному правительству, областное правительство уже по Морскому университету, не юридическому институту, по Морскому университету. Ну и так получили другие здания. И самое главное, Владимир Николаевич до ухода на тот свет сумел решить вопрос о строительстве этого здания, в котором мы сейчас находимся, и о строительстве общежития. Вопрос был предрешен. 2006 года занимались, были эскизы подготовлены, решение было пробито, и решение это было пробито, построить вот этот корпус и библиотеку к 2011 году. К сожалению, не удалось, но тем не менее, это все было, вот извините меня, но в Сапу ведь ничего и не построено. Построено то, что было при Владимире Николаевича еще заложено в основу вот материальное, укрепление материальной базы. Ну и вот все время эти хозяйственные хлопоты, они были на одном из первых мест. Я думаю, что они отнимали у него сил не меньше, а может даже больше, чем занятия наукой. Ну и заключая свое краткое выступление, я бы хотел сказать, что русская земля начинается не с Киевской Руси, русская земля начинается с Великого Новгорода, Сногородской Республики. Ируцкий Север, Поморье, Заволочье, Двинская земля, это не просто историко-географические понятия, это, в общем-то, наша ментальность, это культурные, духовные ценности. И в этом отношении, я думаю, что роль Владимира Николаевича еще очень, позитивная роль, еще очень во многом недооценена. Я горжусь тем, что я был и остаюсь его единомышленником, другом и соратником по всему этому делу. Спасибо за внимание. Русский философ Василий Васильевич Розанов еще в 1915 году первым заявил о необходимости создания Ломоносовского фонда. Он писал, об одном хочется подумать, о государственном образовании фонда для ученых изданий, для ученых экспедиций. И пусть будет этому государственному фонду присвоено имя Михаила Васильевича Ломоносова. Было много попыток реализовать эту идею, создавались фонды на разных уровнях, но существовали они недолго. Новое это хорошо забытое старое. На Архангельской земле начались активные поиски новых форм работы, связанные с именем нашего великого земляка, и после его 275-летнего юбилея у нас начались работы по созданию фонда. В 90-е годы у нас значительно укреплялись связи Московского университета и Архангельского педагогического института, оба вуза которых, которые носили имя Великого Помора. 15 ноября 1991 года педагогический институт был преобразован названий было много в Поморский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова благодаря инициативе и колоссальной работе Владимира Николаевича Буватова, его команды, ну и руководства Архангельской области. В те же дни состоялись 20-е ломоносовские чтения и у их организаторов возникла идея создания общественного фонда на родине великого ученого. В мае 1992 года группа профессоров педагогического университета имени Ломоносова Татьяна Буторина, Владимир Булатов, Мария Белогубова выступили с инициативой учреждения фонда имени Ломоносова при Поморском университете в Архангельске. Через полгода состоялось собрание учредителей. Председателем правления фонда была избрана Татьяна Сергеевна Буторина, а исполнительным директором присутствующая сегодня здесь Любовь Викторовна Анисимова. Возглавить фонд и стать его президентом согласился наш земляк, вице-президент Российской Академии Наук Николай Павлович Лаверов. Колоссальный вклад в развитие нашей общественной организации внес Виктор Михайлович Третьяков который по предложению президента Николая Павлович Лаверова был утвержден генеральным директором фонда. Ну а становление фонда это результат усилий многих людей и активной поддержки руководителей региона. Как мы все знаем идеи рождаются много но до конкретного их воплощения доходят далеко не все. То что Булатов сделал для организации деятельности Ломоносовского фонда трудно переоценить. Он решал многие научные организационные финансовые вопросы. Владимир Николаевич 15 лет был членом правления. Был горько об этом говорить в прошедшем времени. Он неповторимый уникальный ученый патриот России северного края. С ним всегда было легко находить общий язык. Члены правления хорошо понимали друг друга и вместе дружно работали. Его называли человеком нулевого цикла, сегодня это уже звучало, для которого не существовало неразрешенных проблем. Свои идеи и проекты он всегда превращал в дела. Это интеллигентный, деликатный, внимательный и очень добрый человек, который объединял вокруг себя совершенно разных людей. Хорошо умел убеждать и решать конкретные задачи. Он всегда с интересом встречался с молодежью, ломоносоведами, вел цикл «Русский Север». С 1994 года при его помощи и поддержке начала осуществляться программа «Родина Ломоносова», направленная на развитие культурных и исторических традиций по морю. А 15 апреля 1999 года при его активном участии Ломоносовский фонд прошел перерегистрацию и получил статус международного. И снова Булата в центре событий. Он активно сотрудничает и налаживает контакты с Московским, Санкт-Петербургскими отделениями, Российской Академией наук. Он всегда в окружении единомышленников и коллег. Можно только удивляться его предвидению. Он всегда работал на перспективу. Владимир Николаевич поддержал идею создания федерального университета на Поморском севере. И, как мы все знаем, много для этого делал. В 2010 году, спустя три года после его ухода из жизни, мечта его осуществилась. В 2010 году Северный Арктический федеральный университет имени Ломоносова принял первых студентов. В 90-х годах в российской печати обсуждалась идея необходимости создания региональных энциклопедий. И одним из первых предложил подготовить и издать Поморскую энциклопедию наш земляк, один из организаторов Ломоносовского фонда, секретарь Союза писателей СССР, доктор филологических наук Александр Алексеевич Михайлов. Главным редактором стал Академик Лаверов, а первым заместителем Владимир Николаевич Булатов. Его назначили главным редактором первого тома энциклопедии, который назывался История Архангельского Севера. Им была организована и проведена колоссальная работа. Были задействованы сотни специалистов, краеведов, библиографов, архивистов. В 2001 году этот уникальный труд вышел в свет. В нем опубликовано более двух с половиной тысяч статей, в которых отражаются основные этапы и своеобразие исторического развития Поморья. С древнейших времен и до конца 20 века. Большие трудности при издании первого тома Поморской энциклопедии заключались в том, что такой масштабной работы ранее еще не проводилось. И Булатов снова оказался первопроходцем и опыт организации этой работы над этим изданием был использован при подготовке других томов. А авторский коллектив стал лауреатом премии имени Михаила Васильевича Ломоносова. Не оценим вклад Булатова в организацию ежегодных ломоносовских чтений. В ноябре этого года исполняется 305 лет со дня рождения великого нашего земляка, великого ученого, и в нашем регионе пройдут юбилейные 45-е чтения. Когда в 86-м 87-м годах был перерыв в их организации, именно Владимир Николаевич Булатов был инициатором их возрождения. И вместе с Виктором Михайловичем Третьяковым он убедил руководство области в необходимости продолжения этой общественно важной традиции. Самое активное участие Булатов принимал в организации ломоносовских конкурсов, особенно среди молодых ученых. Практически ежегодно звание лауреатов получали сотрудники и аспиранты Поморского университета, его выпускники. Он сам стал лауреатом областной премии имени Михаила Васильевича Ломоносова за подготовку и издание пятитомника «Русский Север». Сегодня правление активно продолжает начатую работу основателями фонда. С фондом активно сотрудничает Российская Академия Наук, научные центры, наши высшие учебные заведения, предприятия. Мы все сделали, чтобы к 300-летнему юбилею Первого Академика России наш научно-образовательный центр после реставрации открыл свои двери. 9 ноября 2011 года в нашем Ломоносовском доме с членами правления Ломоносовского фонда встретился Владимир Владимирович Путин. Он помог в решении некоторых проектов и программ, ну и в том числе связанных с созданием в селе Ломоносово Ломоносовской усадь. Развиваются международные связи фонда. Ломоносовский дом дружит с домом Ломоносова в немецком городе Фрайберге, где в 1739-40-х годах учился наш великий земляк. Когда мы принимали руководителей старейшей в мире горной академии и меценатов, создавших немецкий дом с мемориальным комплексом и учебным центром для российских студентов и ученых, наши коллеги подчеркивали особо бережное отношение к памяти Ломоносова в Германии и серьезно утверждали, что Ломоносов стал великим во многом благодаря своей жене немке Елизавете Христиане Циль. Активно сотрудничаем с посольством Китая, Соединенных Штатов Америки, Германии, Армении. Правление фонда генерирует идеи и гражданские инициативы и способствует их реализации. И по мнению академика Лаверова сейчас Ломоносовский фонд это авторитетная организация, которая дает дорогу многим добрым начинаниям. Завоевала репутацию открытого и надежного партнера. Ну и реализация многих идей и предложений Владимира Николаевича Булатова помогают получить такую высокую оценку. Уважаемые коллеги, для меня очень большая честь выступать сегодня в этом зале, где собрались друзья, коллеги, единомышленники и ученики Владимира Николаевича Булатова. Я думаю, что название «Булатовские чтения» очень точно отражает то, как мы сегодня должны вспоминать Владимира Николаевича Булатова. То есть мы не просто говорим и вспоминаем его как уникальную личность, о его вкладе в развитие исторической науки о Севере и что для меня чрезвычайно ценно, о его вкладе в формирование того нового мировоззренческого пространства, которое складывалось на стыке исторических эпох. После распада СССР, когда Россия становилась открытым государством и показала всему миру свой для развития сотрудничества и партнерства. Владимир Николаевич Булатов был одним из наиболее активных и заметных деятелей трансграничного сотрудничества в Баренцевом евроарктическом регионе. Он один из первых почувствовал приближение вот этой самой новой эпохи, эпохи открытости и добрососедства, наступившей в СССР с началом перестройки и со свойственной ему энергией и с энтузиазмом сделал очень многое для того, чтобы на российском севере восстановились мирные и деловые отношения между приграничными регионами. Занимаясь развитием исторической науки на севере, Владимир Николаевич очень хорошо знал, насколько прочные трансграничные связи существовали между российским севером и севером Скандинавии на протяжении столетий. Эти связи были прерваны только на короткий советский период российской истории. В то время, в конце 80-х, ощущение закрытости было наиболее сильным в Архангельске и в Архангельской области, поскольку эта территория буквально была закрыта для контактов и для посещений иностранных граждан из-за деятельности, которая осуществлялась в Родвинске на Новой Земле и в Плесецке. Население города и области, как, впрочем, большая часть населения СССР была отрезана от остального мира. И мне кажется, сегодня очень важно помнить о том, как характеризовался именно тот исторический период. Первая брешь в Железном Занавесе, и об этом сегодня тоже упоминалось, была провита летом 1986 года, когда норвежский парусник Паулина получил разрешение посетить город Архангельск. Для получения этого разрешения норвежской стороне потребовалось сделать запрос в Министерство иностранных дел СССР и потребовалось личное вмешательство президента СССР Михаила Горбачева для того, чтобы состоялся этот визит и чтобы жители Архангельска получили возможность встретиться с норвежскими партнерами. На борту яхты в том числе было два историка из университета Тромси. Их посещение Архангельска, их встречи, которые прошли в Архангельском государственном педагогическом университете, и их встреча с Владимиром Николаевичем Булатова и стали первым событием в целой череде исторических событий того времени, положившими начало сотрудничества между Архангельском и Северной Норвегией. Владимир Николаевич был чрезвычайно воодушевлен открывшимися в конце 80-х годов возможностями международной кооперации на Севере. Еще задолго до того, как были заложены институциональные основы Баренцева сотрудничества, Булатов стал одним из тех, кто начал последовательно возрождать старинные традиции культурных и экономических связей между северными регионами Норвегии, Швеции, Финляндии и Российским Поморьем. В 1988 году Владимир Николаевич стал участником первой яхтенной экспедиции из Архангельска в Норвежский Финнмарк, когда 15 российских членов экипажа на борту двух яхт, яхт Архангельский Борей, посетили Варбю, Ватсё, Ботсфюрт, Берлевог, Хаммерфест и Киркенес. Эта экспедиция также была в ряду тех ключевых исторических событий, которые дали старт многолетнему сотрудничеству и партнерству между норвежскими и архангельскими организациями в самых различных сферах деятельности. При непосредственном активном участии доктора Булатова состоялись многие российско-норвежские проекты, открывшие широкие возможности для университетского сотрудничества на севере Европы. В 1989 году Владимир Николаевич Булатов стал инициатором создания в архангельске общества советско-норвежской дружбы и стал первым президентом этого общества. В 1991 году Булатовым были подписаны первые договоры о сотрудничестве и студенческих обменах с университетским колледжем Финнмарка в городе Альта и позже в 1993 году договор о сотрудничестве с университетом Тромси. При поддержке Владимира Николаевича мы реализовывали первые программы студенческих и преподавательских обменов между Поморским государственным университетом и скандинавскими вузами-партнерами. И я особо хочу отметить сегодня, что в этом процессе поддержка ректора университета была всеобъемлющей и Всемирной. Посещая с официальными визитами партнерские университеты Баренцева региона, ректор Поморского университета находил время для встреч с российскими студентами, которые в это время обучались в этих вузах. И это был повод для гордости, поскольку в программах академических обменов всегда участвовали лучшие студенты. И, как правило, лучшими они оставались и там. Владимир Николаевич поддерживал сотрудничество в целом, всегда придавая огромное значение изучению истории языков скандинавских стран. Он часто повторял фразу «Прежде чем начинать сотрудничество с зарубежными партнерами, необходимо научиться понимать их язык, историю и культуру». Именно при поддержке ректора Булатова в Поморском университете началось изучение норвежского, шведского, финского, датского языков и преподавание этих языков носителями из и северных стран. Во второй половине 90-х годов возглавляемый ректором Булатовым Поморский государственный университет заключил партнерские соглашения со всеми высшими учебными заведениями северных регионов Норвегии, Швеции и Финляндии и стал одним из ведущих университетов в области развития международного сотрудничества в образовательном пространстве Баренцева Евроарктического региона. Вперед создания модели регионального сотрудничества насилия, которое впоследствии получило название Баренцев Евроарктический регион, Владимир Николаевич также оставался одной из ключевых фигур, устанавливая и развивая первые трансграничные контакты, содействовавшие институциализации последующих структур БИА, как на межгосударственном, так и на межрегиональном уровне. Едва ли не первым значительным событием Баренцева сотрудничества стало подготовленное и успешно проведенное в Архангельске при участии ректора Булатова международная конференция в апреле 1993 года Баренцев регион сотрудничества в сфере образования и науки. Первый чартерный рейс, к которым прилетели в Архангельске с Трумси 120 зарубежных гостей, положил начало регулярному авиасообщению между Архангельском и Трумси, что на протяжении более двух десятков лет позволяло всем нам осуществлять международное сотрудничество в области образования, развивать деловые контакты между нашими регионами. Благодаря усилиям и энергии Булатова в рамках той конференции с участием министров иностранных дел России и Норвегии Андрея Козырева и Йохана Йорга Нахольста был открыт в Поморском университете Норвежско-Поморский университетский центр, в котором мне посчастливилось работать на протяжении 17 лет. Это был период когда университет пославил Владимира Николаевича Булатов и тремя годами позже в 1996 году открылся информационный Баренцев центр и вот эти оба центра стали ресурсными центрами поддержки российско-норвежского и еще шире российско-носказинавского сотрудничества на Севере. Я особо хочу отметить что деятельность Владимира Николаевича Булатова в рамках трансграничного сотрудничества выходила за рамки одного университета. Ректор Булатов как было справедливо сегодня отмечено стал первым председателем международной рабочей группы по высшему образованию Баренцева региона в середине 90-х годов и благодаря совместной работе с коллегами из зарубежных университетов как в рамках деятельности этой группы так и за ее пределами им были заложены основы межуниверситетского сотрудничества в Баренцевом регионе и несомненно те основы международного сотрудничества которые получили свое развитие уже в федеральном университете в Архангельске с позиции сегодняшнего времени процессы формирования образовательного пространства в регионе процессы развития университетского образования на серии в которых принимал непосредственное участие Владимир Николаевич Булатов уже стали историей и на мой взгляд феномен личности ректора Булатова как руководителя объясняется тем что несмотря на те границы в рамках которых происходило формирование его как руководителя он эти границы сумел перешагнуть благодаря присущей ему широте видения стратегичности мышления способности прогнозирования и что на мой взгляд особенно важно его таланту поддерживать прогрессивные изменения то есть он был для нас тем о ком сегодня во всем мире принято говорить change leader лидер лидер ведущих изменений спасибо 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 спасибо